я сегодня представляю проект который называется солнце вместо нефти проект который себе собирает совокупность множество подпроектов он вырос свое время из одного из главных проектов это солнечная батарея с планарным концентратором что такое солнечная батарея с планарным концентратором это устройство то есть мной придумано запретено устройство которое называется планарный концентратор классическая батарея солнечная состоит из множества вся поверхность его покрыта кремниевым вот преобразователем то есть солнечная батарея это является самым дорогим элементом и самым скажем так самом деле не экологично вот что предлагается предлагается использовать оптическое устройство который энергию света перераспределяет два противоположных торца то есть вот эта структура состоящая из стекла или стекла которая вот преобразователь устанавливает только на своих торцах соответственно площадь вот этого вот преобразователя уменьшается в 7 раз уменьшение площади дорогого фото преобразователя в 7 раз уменьшение стоимости 2-3 раза но и плюс важно отметить что кремниевое производство это химические грязные производства то есть там используется грязный трехнул силам которые иногда выходят за пределы производства то есть это кстати момент который не все знают знаю про солнечной батареи то есть таким образом уменьшает 7 раз количество дорого стоящего кремля мы повышаем все брать экологичность производства солнечной батареи вот данное устройство придумано оно произвели были численные расчеты проведены лабораторные образцы которые продемонстрировали что принцип заложенных в теоретических расчетах имени подтверждение смысл реализации осуществлена заявка на патент российской федерации сейчас процедура перевода на сети заявочку то есть и принципе как вот это вот заявка она существует процесс идет здесь проблема заключается в чем в том что реализация рабочего прототипа полноценного требует достаточно для меня на текущий момент серьезных вложений то есть это около миллиона рублей пока которых средств на данный момент что важно важно что в принципе в конечном счете у нас есть мечта в этом проекте мечта который заключается таком слогане избавить планету от нефтяной зависимости то есть если человечество переходит на энергию солнца то им не становится бессмысленно использовать и недовольно чтобы реализовать этот проект соответственно у нас есть некий под этап то есть можно найти один миллион рублей на реализацию рабочих образцов изготовление рабочий образец дальше идет развитие проекта привлечения инвестиций для создания мелкосерийного производства дальше идет можно отработать технологию крупно серийного производства а в идее в идеальном случае это даже изготовить производство производств что у нас в результате еще появилось в результате солнечная батарея с планарным концентратором она у нас потянула еще за собой два подпроекта один подпроект процессе экспериментирование был разработан и изготовлен солнечная батарея с планарным концентратором с двукратной концентрацией для я это назову мансардных окон ну это на самом деле мансарда не обязательно вот в общем это полупрозрачная конструкция которая генерирует электроэнергию ну и при этом имеет двукратную концентрацию то есть опять же экономия и уменьшая количество дорогостоящего кременфот преобразователя вот эта стадия вот эта стадия требует относительно небольших вложений для создания мелкой серии условно говоря до 100 тысяч рублей и можно запустить мелкосерийное производство собственно одной из версий которые мы имеем в качестве перспективы ближайшей реализации это вот запуск такого производства при этом с небольших вложений но так как в общем то все это произошло из оптических технологий связанных с тем что в чем эффект мансардного окна еще расскажи мансардное окно то есть это устройство которое представляет себе окно чередует себе скажем так светлые полосы прозрачные полосы солнечными элементами и она генерирует электроэнергию в нем есть концентрация двухкратно то есть это вот если бы просто на одно поставить солнечную батарею то она все закрыла а это как бы закрыла только часть и при этом еще осуществляет концентрация окно и свет пропускает электроэнергию правда совершенно верно окно и свет пропускает электроэнергию при этом по стоимости а вот так как обычно солнечная батарея даже может быть там чуть меньше процентов на 10 то есть она может быть не всегда мансардом то есть те кто случая когда вам не нужно смотреть за тем что происходит снаружи вы можете поставить такую батарею такое окно вам будет генерить электроэнергию там дальше задачи куда вы будете использовать это открытый вариант для кондиционирования или освещения или что-то еще придумать мансардное окно почему потому что мансардный вариант существования окна это как бы автономная система которая стоит на чердаке она сама себя питает сама и по кнопочке снизу открывается то есть это это коммерческий вариант который существует на рынке то есть солнечная батарея совмещающий себе окно и позволяющий себя автономно обслуживать открывать и закрывать это мансардное окно и третий вариант третий подпроект который вырос это из оптической технологии она связана с тем что все это имеет определенные оптические элементы и если в них направить лучи под определенным углом там возникает очень красивые переотражения и возник проект который сувенир со встроенным лазером с лазером иначе он иначе мы его обозвали как лазерин лазерин то есть сувенир со встроенным лазером которая используя оптические эффекты а например то есть вот в качестве рабочего прототипа он сейчас я на него трачу основную часть своего времени используется я это называю звезда велеса то есть под узел что ли так у меня здесь поступает лазер то есть это вот он стеклянная пластина 150 на 75 миллиметров толщиной порядка 15 10 лазерный луч заходит внутрь и в центре у нас есть . в которой все это осуществляется переотражение так что вот в этом месте лазерная луч проходит порядка 16 раз соответственно этого . она будет светиться как звезда вот это вот собственно один из главных элементов сувенира на текущий момент я сейчас над ним плотно работают и отработаю технологию всех этих переотражений почему звезда велеса звезда связано с тем что у нас наступает похоть вот всем хорошо известно будет скоро 12 12 год 21 декабря так называемые планируем ожидаемый конец света то есть чем он отличается в астрономическом или астрологическом формате у древних славян известно что эта эпоха связана с тем что меняется эпохи была до этого момента эпоха мары и после этого момента наступает эпоха велеса соответственно это актуальное событие в таком даже в астрономическом формате то есть что такое эпоха мары еще в другой терминологии называют эпоха лисы это эпоха буйвола или волка то есть леса это территория на которой царствовала и имела силу власти очень большое значение обман ложь и хитрость то есть это то что имела силу это то что существовало и что многие многие люди на себе испытали не один раз собственно говоря поэтому один из моментов который существовал этот момент чтобы иметь хоть какие-то гарантии люди использовали юридические договора подписание которых гарантировано выполнение каких-то велес для над для меня является ассоциации правды когда не надо уже бумаг не надо каких-то судебных органов которые будут заставлять выполнять летельные обязательства когда слово купеческое слово будет достаточно чтобы человек принял эпоха доверия и следовал этому договору собственно говоря именно в качестве образа велеса и выбран образ первого сувенира который предлагается к реализации или продажи и не только продажи то есть вот этот знак велеса он выглядит вот так так вот знак велеса выглядит в древней славянском календаре я его взял и вот собственно говоря такого формата сувенир сейчас изготавливается а в центре будет светить звезда звезда венеса и вот это вот устройство предлагается в качестве vip сувенира то есть мы его хотим предложить по цене от 5 до 10 тысяч рублей но при этом мы нагружаем не только эстетическими уникальными свойствами мы хотим нагрузить не нагрузить а поднять и усилить ключевым параметром то есть вот средства которые идут на приобретение данного сувенира пойдут на реализацию планарного концентратора который поможет избавить планету от нефтяной зависимости и в качестве купеческого слова вот мы говорим вот вы вкладываете десять тысяч рублей в качестве материальной вещи вы получаете сувенир а в качестве купеческого слова вы получаете десять пунктов в доли бизнеса который представляет производство изготовления солнечных батарей с планарным концентратором а это в целом это называется народное инвестирование вот это вот народное инвестирование в соответствии с внутренними договоренностями участниками проекта мы выделили 30 процентов 30 процентов всего бизнеса будет принадлежать народному инвестированию где если считать по формату одна тысяча один пункт это как раз нужно собрать 100 человек по 10 тысяч рублей это у нас получится 1 миллион рублей 1 миллион рублей это ту сумму за которую мы реализуем изготовление рабочих образцов и подготовку к мелкосемьейным производствам собственно говоря вкладывая деньги сюда мы вкладываем в капитализацию самой фирмы в ее основной бизнес и получив получив готовый продукт мы становимся участниками долей долей работающего перспективного бизнеса который перспективе должен освободить планету нефтяной зависимости пожалуй это все что я хотел рассказать в целом про такой интегральный проект то есть он вырос вот из отдельных под кусочков которые возникают на протяжении нескольких месяцев сентября прошлого года если сам проект начался еще больше три с половиной года назад с изобретения но вырос вот в такие несколько форматов реализации где включается как человеческие ценности связаны с переходом от обещаний записанных на бумаге к доверию слову и человеку так и в изобретении виде инновации которая позволяет реализовать конкретный практический продукт который может быть предложен на рынке продавки успешно внедрен все спасибо за внимание можно вопросы вопросы в принципе связаны насколько понятно насколько тонкие активы места вы видите у меня скорее не вопросы то есть вопросы может быть реклама еще что то не очень окно знаете всего ну значит если совместить идею сувенир и окна возможно то есть что это не просто чердачное окно светло темные полосы это некая мозаика внутри то есть это уже эстетический вид абсолютно оно будет эстетически красиво выглядеть интересно оригинально и в принципе как вариант я его тоже рассматривал да вот и фактически получится что это некие образцы для разных домов именно с точки зрения не просто там что оно самообслуживание но еще и предмет интерьера то есть вот ну и потом у меня чисто такой женский вопрос замечательно как лазер туда там сохраняется что там же лазерный луч туда запускаете да лазерный луч и там его оставляете капсулируете как это будет работать ну нет лазерный луч он работает от электричества соответственно включается там аккумулятор накопитель солнечная батарея накапливает энергию он будет включаться и светить но преимущественно скорее всего то есть там что вот там будет этот какой-то преобразователь чтобы формировался лазерный луч да там будет ставлен лазерный генератор который вставляется в качестве лазерного внутреннего и оно там вот это будет все делать да у меня в связи с этим и вопрос что если эти преобразователи не тупо там делать такими хотя первые можно и такими сделать но развивать это именно статическую мне эта мысль нравится потому что я сам у меня один из форматов это допустим использование вот этого устройства в качестве допустим я сейчас как-то называл сейчас ограждающие конструкции со встроенной декоративной ограждающей конструкции со встроенными солнечными батареями то есть это можно поставить в качестве допустим как их называют перегородки на входе вот решетки ставят там дома это круто кому ты можешь точно это продать если хотя бы первое образцы сделаешь это в театре театрами стерилизованным представлением вообще цирки под открытым небом вот это то что ты можешь за хорошую цену продавать то что они что называется несносимые да вообще то есть это вот рынок я не знаю рассматривали церковь смотри ну вот смотри нужно погасить на сцене свет но при этом чтобы декорации там какие-то они там мерцали в этом самом сейчас нет ничего такого понимаешь то есть у тебя есть конструкции да они плексовые это нормально все да плексовые конструкции они не тяжелые ты можешь под любой там спектакль или еще что-то это у тебя разрабатывается штучно изготовляется всегда цена высокая но чем хорошо ты их днем вынес вы переехали куда угодно вынес на свет они у тебя полежали неважно где да потом ты это все поставил у тебя все светится цирк почему я говорю потому что у нас многие цирки ездят шапитон многое еще чего-то детские площадки открытые пожалуйста в принципе да то есть платные детские площадки почему индустрия отдыха да 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 точно вот это точно возьмет то есть дома это все-таки они достаточно консервативные там каждый хочет ну выживаться любит но вот в индустрии отдыха и там где праздник уже я думаю что это будет очень быстро ну в общем в общем у нас где-то здесь был лазерин лазерин как отдельное предприятие вот так осеменили благодаря семёновым стихами заговорил ну мне кажется что это просто фантастично будет реально тем более что сейчас больше и больше все под открытым небом даже на самых крутых пляжах там все равно везде электричество но получается там сама солнечная батарея там уже когда получается отходит на второй план да ну то есть она совокупность да это получается лазерин переходит вот в такую ну промышленно-бытовую ипостась ну вот если брать по призовским законам да то то же самое как первые самолеты сначала были как шоу согласен это классика тоже шоу если шоу делать они быстрее выйдут абсолютно согласен что надо начинать шоу поэтому лазерин как бы 90 процентов сейчас на неё посвящены по крайней мере сейчас солнечная батарея людьми на участках используется как вечерние эти подсветка тропин подсветка тропинок которая не очень хорошо посвечена вот поэтому вот эти вещи вот так что подумай где еще в шоу может быть и я думаю что это это может быть вообще отдельно так хорошим понимаешь да закрыли то есть погас свет потом это и покрывало убрал это все засветилось потом ты покрывал накинул свет даже ни бы чего не было ну условно ну в качестве аттракциона конечно там много возможностей декорации просто отдельно тамара можно у вас спросить вам понятно про проект суть как вот просто логика только я не поняла 30 процентов и здесь видишь он сам что такое посчитал не 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 он все правильно посчитал то есть он все правильно посчитал поясни что такое 30 процентов и 10 пунктов и как миллион инвестирование да нормально я понимаю что нужно миллион собрать люди будут понимать что это ну в принципе да и куда вкладывать деньги или к вам внести какие-то проценты все правильно поясни поясни как будет а если будет не 100 человек а если будет 57 человек то это же тоже будет распределение 30 процентов да это я не озвучив но это как бы наша новация инвестирования то есть продавец пручит наmia но это всегда 30 процентов процентов то есть человек приобрет приобретший пункт 500 пунктов на них распределяется 30 процентов из 30 процентов это 500 пунктов надо соответственно если у вас личном пользовании 10 пунктов то вы получаете вот такую долю процента от бизнеса и и математический эффект мы смотрели ты так как это инвестирование он заключается в чем чем больше людей вложила деньги деньги тем больше ваша доля ваш процент уменьшается потому что сто процентов пунктов растет но доля ваша увеличивается логика заключается в том что чтобы ваша доля увеличилась нужно что проект развивался то есть он развивался не за счет вложения денег то есть это не не которая просто собирает деньги и как то есть а здесь деньги собираются при этом все понимают что они теряют в если это просто накопительная часть единственный способ как они могут успешно реализовать проект это если про есть тренинг то есть когда будет запущена мелко серийная производства то есть когда предприятие плана сам выйдет на самоокупаемость то есть момент самоокупаемости внешние инвестиции уже будут меньше востребованы он начнет жизнь самостоятельной жизнью а все те кто в него вложились становятся соучредителями проекта причем получается вот эти 100 человек это не просто деньги принесли они кровно заинтересованы в том чтобы проект стрельнул чтобы проект стрельнул они сами участники то есть вот они вот они сами оценивают для себя верят они в этот проект могут ли они что он может стрельнуть второе они могут подумать как они могут им помочь то есть они знают что если он не стрельнет они точно потерять день и будет точно меньше чем они вложили 0 будет 0 если просто потратить да если проект заглохнет да это он совсем заглохнет это просто будет 0 поэтому у них единственная надежда ну как и доверие проект превратился в реальный действующий бизнес то есть эти 100 человек это могут быть сами как предприниматели как бизнесмены так и люди верящие в идею да но они как бы будучи вот внутри настроены что проект должен стрельнуть они должны ну как бы они могут и активно и пассивно участвовать они могут просто контакт дать могут связать с нужным человеком могут этих как их называется но те которые покупают продукты покупатели найти на продукцию то есть заранее договориться с ними проект такой есть мы его и который понятно в чем заключается купеческое слово которое сейчас не сдал до птическое служит часть то что вот эти 30 процентов они выделены с моей стороны на всех людей которые приобрели пункты и за что зимы которые получат денис от вложенных пойдут на то что эти деньги будут реально потрачены на развитие проекта дарик будет развиваться что денис вложит все свои силы в развитии этого проекта и сделает все возможное что в человеческих силах для того чтобы этот проект стал реальностью успешным бизнес-проект успешным бизнес проекта и вот то есть мы когда берем деньги давая купеческое слово мы не даем никаких юридических бумаг на подтверждение того что человек стал соучредителем этого проекта он становится как только он покупает пункт хотя бы один за тысячу рублей он становится соучредителем проекта и денис дает купеческое слово свое в том что он все свои силы и эти деньги потратить на то чтобы проект стал успешно да вот в чем идея приглашаю в реализацию проекта приглашаю приглашать в реализацию проекта и я здесь скажу да что вот мы с денисом в совместной работе я сопартнер дениса который входит в оставшиеся 70 оставшиеся 70 из 100 и со своей силы даю свое купеческое слово на то что я все свои силы и все свои умения навыки буду направлен на то чтобы поддержать дениса в том чтобы его проект реализовался то есть у вас создается группа реализации да да и нам и желающих ну звучало что он если хочет может человек хочет но не может тем не менее ваша тогда должна быть уже сейчас у вас группа по реализации уже создается она уже есть она уже есть два человека я являюсь председателем совета директоров группы компании амс из шести бизнесов и соответственно у меня достаточно большой ресурс как организационные так и практически на и навыковые и опытные как бы и так далее весь тот ресурс которыми я обладаю являясь или соучредителем этого проекта я пускаю в этот проект то есть и не сейчас мне один то есть фактически мы с ним мы с ним в проекте но у меня за назад за моими причами стоит отдельная команда которая готова через меня и совместно со мной работать на проект купеческое слово до печеское слово даю я даю я и отдельно от дениса то есть мы тут думали может быть купеческое слово коллективная подумали нет на это не может то есть я даю мое купеческое слово заключается в том что я обещаю все свои силы навыки пустить на то чтобы поддержать чтобы поддержать дениса в том чтобы его проект стрельнул стал успешным предложила презентацию следующий говоришь то есть группа реализации который каждый ходит со своим я хочу сказать что в том формате мы хотим и сейчас его презентовать зенисом этого 1 ровный 1 поля презентации проекта вот так и соответственно 1 вот говорим там рассказала о том что важно в презентации на будущее говорит что есть команды реализации проекта есть существует и никакой ресурс команды даже на этом тоже на выборе я сейчас прогрессе да за ним может стоять коллектив или еще но мы ядро проекта ядро подразумевая что оставшиеся 70 процентов от 30 уходит на народное инвестирование а 70 уходит на ядро и основа основа ядра это денис моя часть моя функция поддержка ядра со всеми вот поддержка ядра в очень широком смысле ну вот как-то кратное уменьшение вопрос пока я не понял то есть принципе статус пока там было сильно здесь только два на самом деле ситуация такая особенность хорошо технологические особенности то есть дело в том что 7-кратный концентратор требует для реализации системы снижения то есть вот он он имеет узкие диаграмму по которой солнце воспринимается то есть соответственно нужно чтобы он стоял и двигался независимо за солнцем следил то есть как подсолнух а двукратная концентрация позволяет создать конструкцию который может стоять неподвижно вертикально и его эффективность при этом будет вот на уровне двукратной концентрации то есть мне нужно сопровождающий оборудование для того чтобы она разворачивала не кратный концентратор на окне работать не будет потому что нужно систему который бы следил и разворачивала это можно поставить неподвижно она будет функционировать и демонстрировать эффективность ну так раз заявляется что представляю себе что на фиг глазного яблока в этом окне вообще красота представь себе окно а то вам и глаз такой а здесь вот это не такое такое наверно можно небольшие можно устройство такие делать системы снижения просто они были навороченные будут принципе вообще если применить саму саду можно посмотреть как она может быть еще и саму наладится то есть это как бы как идея ну в этом смысле да просто как бы понятно что вот с окнами их системы снижения не ставят ну можно поставить в эксклюзивном варианте как правило ну то есть обычно вот эксклюзивно поставили ну вот открыли и там много движения я думаю что если вот сделать действительно такой тип окна задавы как фон как бывает вот окно и ну в центре там типа маленького окошечка если это будет такой немножко шароглазный выступ и у него будут вот эти твои концентраторы как решетка как те сказали как решетка вертикальная то это конструкция даже без подвижек навсегда будет уловить другой вопрос что там какая эффективность считать нужно будет но туда куда будет падать там будет си под остальные два все равно это будет больше возможно кто в технической рада и спросить я просто хотела по замечанию что заявлялось что экономия и вообще замена по цене как-то можно было еще поговорить с ранее с нефти ну тут принцип какой то есть на самом деле тут очень много факторов влияющих на стоимость электроэнергии но я тогда веду немножко историю солнечной энергетики в этом плане в принципе ситуация такая что если мы хотим вот есть условно говоря желание построить теплоцентраль в смысле тэц мощностью там один мегаватт генерирующих нужно потратить примерно есть такой вот паритет его называют стоимость установочная стоимость ватт вот нужно потратить один миллион то есть принцип простой один ватт в установке стоит 1 доллар то есть это вот на текущий момент существующие цифры ориентировочные которые берут энергетики при расчете вложений в стрессе энергетических мощностей то есть принципе по солнечной энергетике ситуация какая то есть у солнечной энергетики очень много факторов которые влияют на ее стоимость то есть реально один ватт стоимости солнечной энергетики она состоит из трех вещей это солнечная батарея это инверторы инверторы и аккумулирующей батареи то есть в принципе на текущий момент они примерно соотносятся так вот это 30 процентов может 35 вот и 35 ну может быть даже здесь может быть 40 процентов здесь 35 здесь чуть поменьше получать 25 процентов то есть вот и все это вместе в совокупности сейчас стоит на уровне где-то вот трех долларов может быть два с половиной два с половиной три доллара солнечные батареи в ней составляет как раз один доллар вот это вот это самая дешевая цена в китае ну то есть вот на нее выросли причем вышли сейчас вышли очень быстро пять лет назад стоило 5 долларов вот пять лет назад три года назад когда я начинался четыре с три с половиной года назад вот цена была в районе четыре с половиной пять долларов и вот за пять лет снизились до этой стоимости и дальше вопрос ну что в результате снижения стоимости моим устройство это уйдет на уровне 0 5 доллара за бат установочной мощности то есть дальше вопрос вот этих устройств то есть вот их снижение вот если допустим в европе солнечные батареи подключают сразу сетям у них вот это навести аккумулятор отсутствует соответственно цена меньше инверторы имеют определенную цену вот они как раз там на уровне 0 7 долларов примерно имеется сейчас и если ее еще снизит топ мы как раз можем выйти в один доллар завод установочной мощности что называется паритетом с тепловой энергетики и в принципе в калифорнии паритет уже достигнут то есть страна где где этот самый киловатт час на уровне 19 центов за электроэнергию от розетки уже достигнут как паритет то есть вот по такой цене от солнечной батареи стоимость 19 цента за киловатт час при стоимости одного доллара за ватт как раз будет 0 7 где-то 0 8 цента что большинстве стран мира это цена всех устроит киловатт час к сожалению все очень сильно зависит от политики государства у нас в россии сейчас как я понимаю где-то на уровне 0 6 за киловатт час поэтому паритета у нас будет достигнуть еще не скоро но суть в том что европа имеет вот такой уровень она активно переходит на солнечные батареи уже сейчас почти каждый год это 30-40 процентов рост и через 15 лет на 50 процентов вся энергетика будет альтернативных европе и нефть российская там же и газ не нужно в таком количестве америка идет по тому же пути япония по тому же пути китай уже идет по тому же пути так что вопрос избавиться от нефтяной зависимости это вопрос просто времени и это произойдет просто с помощью моего устройства происходит быстрее и в принципе становится возможным даже в россии в областях где однозначно то провести электросеть дороже чем поставить солнечные батареи ну то есть реально в стране существует 8 миллионов человек который вообще не имеет электросети то есть централизованный они питаются дизель-генератор это сибирь дальний восток север и сейчас существует проект просто она есть проект который совмещает дизель-генератор солнечными батареями солнечная батарея дается большая часть дизель-генератор запасная 40 киловатт солнечная батарея 60 для обеспечения небольших поселков север и так далее в этом смысле это экономически от дизель-генератор это 30 центов дизель-генератора 30 центов за киловатт час такая экономика ближайшее время ближайшего будущего и чем мы быстрее туда войдем тем легче избавиться от нефтяной зависимости как в принципе завоевать часть рынка которая будет устроена на наше устройство